Привет! Продолжаем рассказывать про товарищеские матчи сборных. Одними из первых сыграли сегодня Аргентина и Гаити. Гаити 108 место в рейтинге сборных! Альби Селесты одержали, как и ожидалось, крупную победу 4-0 в своей столице Буэнос-Сайресе. Несмотря на то, что они играли с очень слабой командой, на игру вышли сильнейшие и Месси, и Агуэра. Первый сделал хитрик, а второй с передачи Ленеля также забил гол. Про состав Аргентины к чемпионату мира предлагаю посмотреть ролик. На него подсказка появится сейчас и в конце этого видео. Надо сказать и про Маскерано. Он в состав попал, на чемпионат мира был вызван. Ну а эта игра стала для него рекордной 143-й футболки Аргентины. Еще никому не удавалось сыграть за эту команду столько игр. А Аргентина и Гаити сыграли между собой уже третий раз в истории. И каждый раз Гаити пропускала по 4 гола. Традицию продолжили и в этот раз. А Аргентины перед чемпионатом мира ждет еще игра с Израилем. Панама, как известно, тоже пробилась на чемпионат мира, где сыграет в одной группе с Бельгией, Тунисом и Англией. Ну а в матче с Северной Ирландией 0-0. Это стал первый их матч в истории. Чего ждать от Панамы на чемпионате мира? Загадка. Команда то крупно уступает, к примеру, Швейцарии 6-0, США 4-0, то выигрывает у таких неслабых сборных, как Коста-Рика. И в этом матче с Ирландией Панама выглядела даже лучше. Еще один участник чемпионата мира Перу обыграла Шотландию 2-0. Игра также прошла в столице, в Лиме. Один из голов на свой счет записал Джефферсон Фарфан из Локомотива. Перу выиграла свой уже четвертый к ряду матч. А вообще эта сборная не уступает с 2016 года, когда была обыграна Бразилией 2-0. Последний раз эти сборные Шотландия и Перу играли ровно 40 лет тому назад. Перу ждут на мундиале игры в группе с Францией, Данией и Австралией. А вот Япония из группы H уступила Гане 2-0. Встреча прошла в японском городе Йокогама при 65 тысячах зрителей. Напомню, что это товарищеская игра. Но посмотрите, кто же забивал за Гану. Томас из Атлетика и спинальти Боатенг из Леванте. Где же были эти шустрые Акадзаки, Накамуры и Кагавы и другие. В рейтинге FIFA эти сборные почти соседи. 50-е и 60-е место соответственно. Россия, которая проводит сбор в Австрии, сыграла с местной командой. Сразу показалось в начале матча, как хорошо играет команда в красной форме и как хорошо комбинирует. Но оказалось, это Австрия. А вот Россия сыграла в форме, похожей на сборную Германии. В первом тайме у России впереди практически ничего не клеилось. Лишь удар Самедова можно вспомнить из-за границы штрафной площади. Ну и будь это официальная игра, в конце тайма арбитр должен был удалять граната. Вот сравните, у Австрии за игру 14 ударов, у России 4. В итоге 1-0 отличился Шопф из Шальке. А также сыграл в этом матче и Алаба из Баварии, который и заменил собственно Шопфа. Хотя были разговоры, что он может и не сыграть. Итог очень простой. По игре было видно, что Россия заслуживает 66-го места в рейтинге. Игры нет. По полю бегают хаотично 10 неорганизованных человек, который, по всей видимости, только вчера познакомились. Да, хотелось, конечно же, увидеть праздник. Хотелось бы, конечно, похвалить за игру. Но получилось опять разочарование и хвалить не за что. У Австрии теперь 6-матчевая выигрышная серия. Игнашевич стал самым возрастным футболистом, когда-либо игравшим за Россию или сборную Союза. К примеру, Лев Яшин выходил на поле в возрасте 37 лет, Игнашевичу 38. Последний раз Австрия и Россия играли еще в 2014 и 2015 годах в отборе к Евро-2016. И тогда Австрия дважды в группе обыграла Россию по 1-0. Нынешняя Австрия, к примеру, вам будет полезно узнать, занимает в рейтинге 26-е место. А вот Турция, с которой следующий матч, 37-е место. Завтра, 31 мая, продолжатся игры сборных. И сыграют вот какие команды. Румыния-Чили, Люксембург-Синекал, Марокко-Украина, Словакия-Нидерланды и Молдова-Конго матч отменен. Оцените это видео, если было полезно, поставьте лайк и смотрите следующий ролик про составы сборных. Услышимся! Подпишитесь на наши подкасты, нажмите на колокольчик и смотрите самыми первыми выпуски на Спортивном. Субтитры подогнал «Симон»!